Куликовская битва, битва русских полков, во главе с великим князем Московским и Владимирским Дмитрием Ивановичем и войском под началом ордынского Беклербека, Мамая стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Во второй половине XIV века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Вожи в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси. Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского Великих Княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ Устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина Инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 верст, избив их бесчисленное множество. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татросмонгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший её последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании русского единого государства. Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы. Здесь надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году, 8 сентября, по старому стилю, то есть 16 сентября, по-новому, но официально праздник День воинской славы отмечается 21 сентября. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Поскольку при назначении даты не было учтено правило при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили 13 дней, по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло. Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что верная календарная годовщина битвы приходится. На 16 сентября, а государственное и православное празднование остаётся 21 сентября.